Родители заживо сгоревшего в нелегальном детском лагере ребенка пытаются добиться реального наказания для виновных. Все произошло в ноябре 2018 года. Владелица турагентства Светлана Вахтель организовал для детей выездной лагерь. Дети там должны были не только отдыхать, но еще и учиться. С ними должны были заниматься специально нанятые преподаватели. Ночью в коттедже начался пожар. И вот эти преподаватели, воспитатели и повара, все взрослые, убежали. Дети выкурились сами, как могли. Про 10-летнего Кирилла Гергеля все просто-напросто забыли. Мальчик сам выбраться из комнаты не смог и сгорел. После проверки выяснилось, что коттедж вообще не мог использоваться как детский лагерь, так как не отвечал требованиям противопожарной безопасности. Владелицу коттеджа Светлану Резникову и организатора Светлану Вахтель признали виновными и дали условные сроки. Но родители погибшего ребенка и других пострадавших детей подали операционную жалобу, надеясь добиться более серьезного наказания. Погиб ребенок и условный срок за такое преступление это крайне мягкий приговор. Мы считаем, что организатор детского лагеря должна полностью ответить за свое преступление, которое она совершила. То есть она незаконно организовала детский лагерь со всеми нарушениями. Она не признает вины, она всячески пытается уйти от ответственности. Виновата гостиница. А в чем? В том, что они полностью не соблюдали противоправил пожарной безопасности. Из-за них погиб ребенок. Приносим извинения и соболезнования. Брезникова она как бы и сейчас опять тоже объявила, что она признает свою вину, со своей статьей она согласна. Вахтель как вела себя наглым образом, как ворола суду, так до сих пор врет. Она говорит, что она обычный туроператор и забронировала гостиницу. А по факту это было все по-другому. Она организатор детского лагеря, незаконного, который организовала детский лагерь со всеми нарушениями, требованиями. И в результате этого, ее вот этих безответственных действий, погиб наш единственный ребенок и пострадали другие дети. Прошло, в общем-то, уже три года. Конечно, сейчас он уже вырос и сейчас нормально себя чувствует. Но в тот момент это было, в общем, кусок трагедии. Ведь ваш ребенок спрыгал в последнюю минуту, по-моему, да? Мы считаем, что условное наказание. Немножечко мягкое решение. Мы хотим это обжаловать. Просто многие люди, да, кто-то недопонимает, они почему-то считают, почему мы напали на тетю Свету, да? Она же обычный туроператор, который забронировал гостиницу. Я хочу всем сказать на всю страну, она не обычный туроператор, она организатор детского лагеря, который по факту, как потом оказалось, после нашей трагедии, что это был незаконный детский лагерь. А мы свято верили, что мы своих детей, что я своего ребенка везу в безопасное место, что мой ребенок будет в лагере. Все-таки говорят, что вы не извинялись перед родителями, не было извинений. В третий день родителям было перечислено 180 тысяч рублей на похорон. Они их приняли, это доказано в суде. А также есть письма, которые я им отправляла, они не готовы были меня принимать. В суде этот факт подтвержден, поэтому все остальное это голословное утверждение. А устно-то извинялись? Конечно. Еще на компенсации отказываются всем платить. Не хочет платить никакие компенсации. Она только сказала, что было 180 тысяч, вам на похороны перечислено. Она врет. Кого вы слушаете? 180 тысяч на третий день и извинения были. Не было никаких извинений. Официально заявляю, что нашей семье никаких извинений не приносилось официально. Вахтель наглым образом отказывается от своей вины, отказывается нам выплачивать компенсации. И говорит, что мы не пострадали, мы не принесли чеки, документы. Но я считаю, человек по моральным аспектам должен понимать свою вину, которую она абсолютно не принимает и не признает. Из-за гибели ребенка должно быть не условное наказание, а реальный срок, чтобы люди знали и это понимали. А не как сейчас все есть, ихоньки да хахоньки одни в суде и все. Кстати, областной суд отклонил жалобу родителей детей и оставил приговор районного суда без изменения. Родители намерены дойти, если потребуется, и до Верховного суда, чтобы все-таки добиться более серьезного наказания.